Мы занялись здесь для того, чтобы представить предварительные результаты оценки нашей организации дня голосования. Я хочу вас поздравить с тем, что день голосования, по крайней мере, в Одессе прошел без эксцессов и в Одесской области тоже. На 18.00 по нашим данным явка избирателей в среднем по Одесской области составила 35%, по городу Одессе в среднем 40%. Значит, основные проблемы, которые в день голосования нами были выявлены, они касались, в первую очередь, города Одессы и были связаны со следующими моментами. Во-первых, это списки избирателей. То есть проблема не только в извечной некачественности и неточности списков избирателей. У нас, к сожалению, сложилось впечатление, что со списками избирателей в городе Одессе были проведены системные целенаправленные махинации. То есть они были системно целенаправленно искажены. Причем, в основном, все проблемы по спискам избирателей, которые мы имеем, они касаются только трех из четырех районов города Одессы. Только Малиновского, Приморского и Киевского. То есть в Суворовском районе со списками избирателей у нас практически все нормально. На многих участках количество в списках мэров больше, чем количество в списках президентов. На части участков ситуация, процесс был организован в одну очередь, а на части участков процесс был организован в две очереди. Соответственно, там, где было две очереди, определенная часть избирателей просто разворачивалась и уходила. Другие нарушения. Значит, в Малиновском районе на двух участках, 175 и 176 по улице, так, равен на 45, в контрольных талонах, контрольные талоны член комиссии подписывал карандашом. То есть, что это значит? Что потом член комиссии может стереть свою подпись и нельзя будет определить, кто выдал тот или иной бюллетень. Потому что там набираться отпадает и так далее. И подпись член комиссии ставят конкретно для того, чтобы потом, если возникает какой-то вопрос по фальсификациям, знали, кто будет ответственный. Значит, на Приморский район, на участке 320, член комиссии не представлял номера участка и избирательного округа в избирательных бюллетенях, перед тем, как дать, по выборам Одесского городского головы, перед тем, как дать его избирателям. Значит, нарушение было замечено только в 15.00. Я хочу подчеркнуть, что все бюллетени, которые были выданы до того, а вот, соответственно, без этих данных они, к сожалению, не будут учитываться в подсчете, они будут недействительны. Значит, Академика Королева, 90, Киевский район, 50 квартир одного жилого дома, отсутствуют в списке по выборам президента. Вот, опять же, вопиющий случай, показывающий, что списки, к сожалению, скорее всего, намеренно искажались. То есть, 170-й участок, улица Космонавта, 70, Мариновский район, значит, это участок, а вот по адресу, на этом участке, по адресу генерала Вишневского, 13-1, в списках по выборам мэра есть все квартиры, а в списках по выборам президента каким-то чудесным образом часть квартир отсутствует. В Суворском районе на Бочарово, 14-А, в список избирателей умудрились снести 15-летнего ребенка. То есть, те, кто достиг 18-летнего возраста, они включить не могут, 15-летнего внесли. В 142-м округе Усатова зафиксирована классическая схема, члены участковой комиссии начали подписывать пустые протоколы о подсчете голосов, я подчеркиваю, это уголовное преступление. А в 135-й комиссии, Киевский район, 101-й участок, проспект Свободы, 33, председатель и зампредседателя пребывают в нетрезвом состоянии. Вот, в принципе, это все основные моменты, которые на сегодняшний день, на данный момент у нас есть в Простоке-Тазопотологии.